к смерти. Один из ученых говорит, что вижу сон. И вижу, говорит, что я во сне хожу по зеленой траве. Очень красиво, говорит. И там меня, говорит, очень приятно. И слышу, говорит, что-то за мной бежит. Оглядываюсь, говорит, там огромный лев. И он бежит, говорит, на мне. И вижу, говорит, что он голодный, что у него живот прилив, говорит. И он бежит, чтобы меня слезть. И я, говорит, от него убегаю. Убегая, говорит, я увидел колодец. И прыгнул, говорит, в этот колодец. И взялся, говорит, за веревку. И думаю, спаси от этого лева. И лев сверху кричит. И в этот момент я слышу, говорит, какой-то звук внизу колодца. Смотрю, говорит, огромная, говорит, змея. Сверху, говорит, лев. А внизу, говорит, огромная змея. И в этот момент этот веревку, говорит, начали кушать две крысы, черные и белые. И он еще больше спугался. И он начал расшатывать эту веревку, чтобы спугать этих крыс. И тогда, говорит, я рукой задел в это место колодец. И что-то прилип к руке. Когда, говорит, попробовал, смотрю, говорит, это очень вкусный, очень сладкий мёд. Настолько, говорит, он был сладкий, я начал его кушать. Я забыл, говорит, и про змею. Я забыл, говорит, и про льва. Я забыл, говорит, и про этих крыс. И после этого, говорит, очнулся. Очнулся и пошел к тому, кому Аллах даровал толковать сны. И говорит, я увидел такой сон. И тот человек начал ему рассказывать. Этот, говорит, лев. Этот, говорит, ангел Азраиль, говорит. Одна дождь придет за твоей душой. И этот, говорит, колодец. Этот, говорит, могила. И этот веревка, это твоя жизнь. Сколько Аллахам для тебя предопределено жить. И этот две крысы, которые кушают. Кушали веревку черный и белый. Это день и ночь. А этот, говорит, мёд. Это украшение, этот дунья. Это красота этой жизни. Ты настолько увлекся. Ты настолько увлекся, зарабатывая богатство этого мира. Ты забыл про Азраиля. Ты забыл про могилу. Ты забыл о том, что будет мучение в могиле. Ты забыл о том, что проходит день. Это твоя жизнь. И на самом деле так и есть. Мы, каждый из нас, знаем, что есть время, когда каждый из нас покинет эту жизнь. Кто из нас сегодня вспоминал про смерть. Кто из нас, когда сегодня очнулся, вспоминал, что придёт однажды за мной ангел Азраиль. Это может быть, что сегодня я трогаю. Кто из нас вспоминал, что придёт тот день, когда я в могиле один останусь. И никто не будет мне помогать. Никто не будет, не поможет мне там. Ни родители, ни моё богатство. Не то, что я собрал в этом мире. Мало кто из мусульман об этом вспоминает. Просит Аллаха, чтобы мы были среди благочестных его рабов. И этот учёный говорит, вы обсуждаете других людей. Вы говорите о недостатках других людей, забывая про свои недостатки. Иногда бывает, сидим и начинаем обсуждать другого человека. Что этот мусульманин, он такой-то, что он такой-то, забывая при этом свои недостатки. Если бы каждый из нас смотрел бы за свой недостаток, то у нас не было бы время искать недостаток других людей. Каждый из нас должен смотреть за свой недостаток. Сколько у нас есть недостатков? У нас есть очень много недостатков. И этот учёный говорит, вы хороните своих близких людей, но от этого не получаете урок. Мы хороним своих близких людей. У тебя умерла мать, у тебя умер отец, умер брать, сестра, твои дети, бабушки, бабушки, дедушки, дяди, тёти. Ты сам похоронил их, но какой ты урок получил от этого? Ты не получил никакой урок. Поэтому каждый раз, когда ты просыпаешься, ты должен думать, может быть, я сегодня умру, может, я не доживу, чтобы выполнить намадобу, или, может быть, я не доживу до завтрашнего дня. Каждый из нас должен готовиться к смерти. Просим Аллаха, чтобы Аллах, субханам а та аля, простил наши грехи. Чтобы Аллах нам дарил быть среди Его благочестливых рабов.